Привет, подписчики моего канала. Москва. Сейчас. Вон там где-то башня Остангинская виднеется. Ну что, я же как уволился в августе месяце с охранника, так и занимался дома. Поднимал, так сказать, сельское хозяйство с колен, которое я 10 лет зарабатывал, копил денежки. И, как бы, ребенок маленький. Ну и, в общем, уехал я в Москву. Вот это ж по вахтам все мотался, мотался. Дома все забросил до такой степени, что вот три месяца вкалывания с утра до вечера, а краев переделанной работы еще даже не видно, сколько недоделанного. В общем, ну, естественно, когда ты не работаешь постоянно, а привык уже к так постоянным доходам, но и финансы, короче, падают. А сельское хозяйство, это дело такое, хочешь разориться, займись им. Особенно государство наше постоянно помогает, так сказать, вот эти особенно последние правила ветеринарные содержания птицы от Минсельхоза. Я так все-таки не нашел официальных поправок, где можно проголосовать за их изменения, потому что я все-таки против и этих правил. По той причине, что там считается маленькое хозяйство до ста птиц, они не указали там, что ты содержишь, может, ты воробьев содержишь там, или каких-нибудь перепелок, или индюков сто штук, но это уже другие совершенно объемы. Вот. Вот эту градацию, ну, допустим, да, до ста штук, маленькое хозяйство, ну, а крупное хозяйство уже начинается от ста штук и до 15 тысяч. Ни хрена себе такая градация, как говорится, математика, тот где-то отдыхает в сторонке. А если у человека сто пятнадцать, бролеров, например, он уже является большим хозяйством и должен выполнять те же требования, что и тот, кто содержит 15 тысяч. Ну, там от большого хозяйства и от птицефабрики, по-моему, радости-то никакой большой нету. А человек этих своих сто бролеров, он и так в клетке содержит. Ну, да ладно, в общем, на сельском хозяйстве, куда мы денемся. Руки, ноги есть, голова есть, все поднимется. Ну, во всяком случае, я свою семью научился, как прокормить не только семью, а и всех своих родственников, ближайших и знакомых. Могу обеспечить. Вот. Ну, а тут, короче, я уже несколько лет занимаюсь именно монтажными работами. И я знал, что всегда Новый год — это всегда тендеры, которые выигрывают некоторые организации, а выполнить работы не могут. Вот. И начинается у нас под Новый год у кого-то задница в мыле. Вот так же вышло и в этот раз. Ну, рассказывают, что организация, которая выиграла тендер, слаботочкой не занимается. А потом вдруг внезапно обнаружили, что там есть камеры видеонаблюдения. Ну, условия мне вполне себя устраивают. Оплатили проезд, оплатили аренду автомобиля, оплатили проживание, кормление и зарплата. Такая примерно 10 рублей в день. Вот. Сегодня прибыли на работу. Опять же, ночью приехали. Пробки в воскресной, которые все в Москву сдач возвращаются. Их пришлось перестоять. Потом с утра в центр Москвы попасть, а там навигаторы еще не работают. Пока попали на точку. 10 часов утра только приступили. Опять как приступили. Собирали инструменты, материалы, подготавливались. Но уже процесс пошел. и чувствую я, что людей у нас такой недостаток сейчас в строительных отраслях, что просто даже параллельно с камерами видеонаблюдения и электрику, и громкоговорители, ключевые оповещатели. И в общем, сделайте, если можете, помогите. ради Бога. И это только начало, а другие объекты тоже аж пищат, которые мои личные были наработаны до этого. Так что деваться некуда. Работу выполняем, пока платят денежки, пока идет предоплата. Я думаю, я считаю, что заниматься этим надо. Тем более оборудование. Камеры Хиквижн топовые. с омывателями, стекла, с очистителями. Ну, в общем, короче, самые, что ни на есть топ. И организация их закупила. Не знаю, там какие-то обходными путями. Я только из-за того, что такие камеры, что познакомиться, так сказать, подержать в руках топовые вещи, только ради этого был согласен. Ну, виды я, конечно, об этом не подавал. Так что, совещаем, так сказать, обучение, обучение, приятную работу с пользой. Все трактора дома, которые не достроил, забросил, пока стоят прикрытые. ни гаража куда поставить, пока собирался все делать. я думаю, вернусь, еще снега не будет. Так что, все у нас впереди. Возможно, еще и участок запашем в зиму. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока. Обнял, приподнял. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok